Под видео, где собрали 18-летних и отправляют на убой в Украину. По-твоему, они рабы? Разве можно всех так судить? Не, конечно, нельзя. Те, кто принужден, кого туда отправляют насильно, конечно, этих людей ни в коем случае на них нельзя распространять. Уже вы видели, те, кто там ездили с этими Z-наклейками, как только объявили мобилизацию, наклейки снимают. Жан-Клон Адлан Скоро у Межиева и Иудова кончится терпение, и уже Кадыров будет стоять перед камерами Чагадарка грязный и оправдываться с очень виноватым и красным лицом. Сколько можно уже указывать на противоречие? Он говорит, а что если начать ходить на Зикры, суфийские Зикры? Если начать на них ходить, может быть, оставят дома, он не отправит на фронт. Есть ли по этому поводу какая-то информация? Не знаю, брат, в Аллаху Аля, ничего об этом не слышал, информации такой не поступало. Япон, Саваб, я никак не успевал на эфир, дико извиняюсь насчет Ахтаева, то пока нет новостей, он все так же еще в лазарете, проблемы со схода развала. Наверняка радуешься, как нас гнобят во всем мире. Смирнов, я очень открытый и прямой человек. Как правило, я не стесняюсь никогда говорить то, что я думаю. И кого-кого, но русских людей я бы меньше всего, наверное, в этой жизни стеснялся бы, если бы у меня что-то подобное было. Однако я, наоборот, пытаюсь не обобщать. Все-таки среди русских людей, именно вот этнически русских, так скажем, если так можно говорить, многие спорят с тем, что русские – это не этнос все-таки, а это обозначение народности. Но я сейчас, не вдаваясь в эти подробности, скажу, что вот среди именно людей, называемых русскими, есть те люди, которых я уважаю и от которых было очень много добра непосредственно в мой личный адрес и в целом по отношению к моему народу. Поэтому я не могу вот обобщить, сказать, взять всех русских, вот этих вот людей, которых я уважаю, тоже взять и туда впихнуть, понимаешь? Это мне мешает. Поэтому нет, я, когда я говорю русский, я подразумеваю слово «россиянин». И под этим русским я буду подразумевать и, скажем, какого-то представителя какого-нибудь северного народа, например, который тоже воюет в российской армии. Поэтому нет, у меня нет никакой ненависти именно к русским, как к народу. Каков шанс применения тактического ядерного оружия после референдума на оккупированных территориях? Ведь согласно военной доктрине фашистской РФ это допустимая мера, что фюрер и сказал вчера. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я ничему не удивлюсь, ни тактическому удару, ни стратегическому удару. Мы должны быть готовы ко всему. И к Третьей, и мировой, и ко всему, что угодно. Когда ты переехал в Европу, как ты нашел первую работу и искал ли вообще? Я не работаю вот так вот в привычном понимании работы, когда ты куда-то устраиваешься и потом ходишь туда на работу, отрабатываешь свой рабочий день, возвращаешься домой. вот в таком режиме работы я не работаю уже с 2015 года, с ноября, вот как я соскочил из Чечни. Все, на этом моя вот эта обыденная жизнь и такое привычное понимание работы закончилось. Но я считаю, что то, чем я занимаюсь, это теперь моя работа, это моя деятельность. Но это не какая-то регламентированная, то есть нет такого, что у тебя рабочий день. Есть эфиры, которые я провожу фиксированно два раза в неделю. Но это, можно ли это назвать работой в привычном понимании? Ну, отчасти может быть, да. Но это скорее уже такая деятельность, это не работа, это деятельность. Под видео, где собрали 18-летних и отправляют на убой в Украину. По-твоему, они рабы? Разве можно всех так судить? Нет, конечно, нельзя. Те, кто принужден, кого туда отправляют насильно, конечно, этих людей ни в коем случае на них нельзя распространять те положения, которые распространяются на добровольцев. Или на тех, кто служит реально в российских каких-то органах. И даже если они не хотят туда ехать, их отправляют, абсолютно их не жалко. Они когда шли на работу в российскую полицию, армию, Росгвардию, куда бы они ни шли, они изначально должны были быть готовы к этому. Они шли служить России, пускай служат теперь. Пускай вот там, в Украине, как раз-таки и служат. Я как раз-таки за то, чтобы именно их туда отправляли. Вот они должны первым эшелоном идти. То есть их вообще не жалко. Однако простые жители, которые никак не причастны к этой войне, к этим структурам, не хотят вообще там быть, их принуждают, на них это не распространяется, и они, конечно, абсолютно не на одном уровне. Понятно, что там украинцы не будут между ними различать, пуля тоже не будет различать. Хаймарс, когда будет мочить, он тоже не будет знать, это доброволец, это российский военный, или это насильно мобилизованный. Понятно, что там вообще не может быть никаких претензий. Но я имею в виду, изначально мы должны, конечно, разграничивать между этими категориями. В Британии скончалась королева, вся страна сопереживает и сочувствует, а в России миллионы ждут, не дождутся. Томсо, знаешь, чего именно? Знаю, сова. Подозреваю, подозреваю. Ну, знаешь, на самом деле, там в России тоже немало быдло, я бы сказал, что, наверное, их больше в соотношении, их больше тех, кто все вот это вот поддерживает. А сейчас, может быть, мобилизация обязательная многих остудит. Кстати, уже вы видели, те, кто там ездили с этими Z-наклейками, как только объявили мобилизацию, наклейки снимают. Когда самому надо выходить, тут уже по-другому мозги начинают работать. Но все равно, пока что, на мой взгляд, быдло поддерживающее то, что происходит в Украине, их пока, на мой взгляд, больше. В том, что сегодня ты очень сдержанно ведешь эфир против политики властей в целом, опасаешься спровоцировать журнала мобилизации. Именно так, Дель Пьерро. Именно так. Я не хочу вызвать какую-то реакцию у Кадырова. Я поэтому и говорю Кадырову искренне. Если он реально сделает, добьется того, чтобы наших ребят не мобилизировали, не отправляли на убой, то я скажу ему спасибо. Честно говорю. Субтитры подогнал Игорь Негода.